МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера прошел первый игровой день лан-финалов юбилейного сезона звездной серии от проекта StarLadder в дисциплине Dota 2. Восемь команд, которые распределены в две группы, провели свои первые матчи. Путем жребия два СНГ-коллектива попали в группу B, в которой противостояли составу Secret и команде из Филиппин AIP. После первого игрового дня в группе B лидирующую позицию занимает Secret Team. Они провели два матча и получили в них две уверенные победы. Virtus.pro закончили первую часть группового этапа не самым удачным образом со счетом 1-1 по играм. К слову, Na'Vi имеют аналогичную статистику выигранных и проигранных матчей 1-1. Ну а коллектив из Филиппин закончил первый игровой день с общим зачетом только с одним выигранным матчем. Сегодня заключительные игры уже взяли старт, и команды вновь начинают сражаться за важные очки, которые позволят им выйти в плей-офф стадии в более удобную игровую сетку. Следите за репортажем финалов на сайте live.starluder.tv Команда Hellraiser со второй попытки все-таки смогла выиграть важнейшую путевку сезона на главное событие Dream Series в дисциплине CS GO. Гарантированный призовой фонд финалов составляет 250 тысяч долларов. В матчах за дополнительную квоту Hellraiser смогли переиграть немецкую команду Alternate 2-0 по картам, с учетом того, что матчи закончились с минимальным перевесом наших игроков. 16-14 на DDoS 2 и 16-14 на карте The Catch. Ну а в решающем матче против Dachan MyXMG HR уже не упустили своего шанса, и с таким же счетом 2-0 по картам смогли добыть важнейшую победу за последнее время. 16-11 на The Overpass и 16-10 на Mirage. Таким образом, Hellraiser присоединились к основным участникам глобальных финалов. Российская киберспортивная организация iSports объявила о подписании CS GO состава. Как сообщает официальный сайт организации, произошло возвращение Титана. Для тех, кто не знает, iSports в прошлом имели очень много неплохих команд в таких дисциплинах, как Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Warcraft 3 Dota и FIFA. Теперь пришло время и для Counter-Strike Global Offensive. Примерять футболки новой организации призваны экс-игроки Asus во главе с Александром Тихонравовым. Это означает, что iSports в серьезном мере вернутся на профессиональную киберспортивную сцену и порадовать болельщиков самыми высокими результатами. К слову, организация запустила свой сайт, где вы сможете следить за всеми новостями команды и киберспорта в целом. В преддверии празднования многими странами Хэллоуина авторы популярнейшего шутера CSGO, компания Valve выпустила очередное обновление на игру. Теперь каждому игроку выдается рандомная маска, а убитая курица превращается в зомби. Однако, помимо праздничных изменений, игра CSGO, именно карты The Inferno и The Mirage, также получили ряд некоторых изменений. Например, на The Mirage теперь балкон на B пленте сделан чуть больше. Открыт скайбокс, который спауну до плента B. Теперь через текстуры можно кидать гранаты. А на The Inferno исправлены ошибки, когда игроки могли застрять на свесах крыши, исправлены некоторые неправильные текстуры и убраны некоторые подсадки. Обновлена модель на столбах в руинах. Злобные птицы уже побывали в космосе, дремучем средневековье и далекой-далекой галактике. Теперь настал черед еще одной популярной вселенной – Трансформеров. Angry Birds Transformers ближе к мультсериалу из 80-х. К исходному материалу авторы отнеслись очень бережно. Вступительный ролик блестяще стилиризован под оригинальную заставку, а в дизайне автортицы и свинептиконов угадываются персонажи мультфильма. С миром Angry Birds игру роднит помимо издателей и героев зачаточная физика и узнаваемый элемент окружения – деревянные, каменные и стеклянные блоки. Игровой процесс, однако, изменился кардинально. Рогатки остались в прошлом, теперь птицы и свиньи-роботы бегают и стреляют по трехмерным пляжам, лесам и пустыням. Более того, давнишняя вражда между птицами и свиньями, подогревавшая серию с самого начала, в прошлом. С определенного момента свинептиконы действуют с автоптицами заодно, увеличенно расстреливая своих зеленокожих собратьев. Angry Birds Transformers – самая радикальная на сегодняшний день попытка разнообразить серию. Игра вышла симпатичной, с множеством милых для поклонников мультсериала Трансформеры деталей. Но плохо сбалансированы, уровни довольно короткие, а перерывы между ними слишком большие. Если вас не пугает суровая модеризация, а Трансформеры для вас не пустой звук, рекомендуем ознакомиться за возможность вернуться в детство, игра берет не очень-то и дорого. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем удачных выходных. Субтитры сделал DimaTorzok